Состояние скатных крыш стало главной темой еженедельного рабочего совещания в городской администрации. Весение солнца и потепление приводят к тому, что снежные шапки на таких крышах начинают падать. Глава Самары Елена Лапушкина поручила профильному департаменту проверить все скатные кровли города. Там, где необходимо провести скорейшую расчистку, чтобы избежать несчастных случаев. Еще одна весенняя тема – талая вода на самарских дорогах. Чтобы вода быстрее уходила, специалисты промывают решетки ливневой канализации. Сейчас в городе очищены две трети дождеприемных колодцев. Это около 3600 каналов. Кроме этого, имеются в теле дорог 81 водопропускная труба. В предприятии приступили к очистке оголовков водопропускных труб. На сегодняшний момент очищено 13. Там, где ливневая канализация отсутствует, к осушению дорог привлекают бойлеры для откачки воды. В городе работают 12 таких машин. В первую очередь отрабатывают адреса по обращениям жителей, тротуары и остановки общественного транспорта. На крупных магистралях, таких как Смышляевское и Зубчининовское шоссе, работы ведутся круглосуточно. Глава города также поручил организовать на сложных участках вывоз оставшегося снега, чтобы уменьшить количество воды. Обращаюсь сейчас к главу внутригородских районов, особенно там, где у нас низкие места, Кировский район в первую очередь. Обращайте внимание на те адреса, которые сейчас были произнесены, на те адреса, которые у нас появляются вновь по затоплению. И если есть необходимость, срочно нам сообщайте, чтобы были приняты меры. На совещании обсудили подготовку к месячнику по благоустройству. Сейчас во всех управляющих организациях и предприятиях отрасли благоустройства проверяют готовность инвентаря, наличие мешков для сбора мусора и перчаток. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Пифанов. События. Константин Головин, Николай Пифанов.